День с толком Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такое делали и раньше Перед лицом стихии нужно объединять усилия Подчеркнул Романенко Эксглаве Рубцовска Владимиру Ларионову грозит срок За мошенничество в особо крупном размере Его могут посадить на 10 лет Чиновника обвинили в превышении Должностных полномочий, когда В 2013 году МУП Рубцовские тепловые сети И одна из частных компаний Заключили договор на ремонт железнодорожных путей В итоге эта компания Задолжала МУПу А Ларионов предложил руководству частной фирмы Отдавать ему деньги за содействие Выплате долга И получил больше миллиона рублей Своей вины он не признает Переходим к другой теме С 1 июля этого года Жители проблемного Ярового Будут платить за горячую воду В три раза больше Тариф взлетит с 11 до 54 рублей Новую стоимость одобрили В Крэйвовом управлении По регулированию цены и тарифов Основная причина удорожания тарифа На горячую воду смена ресурсоснабжающей организации Ранее воду добывала И поставляла жителям Ярового Компания Алтайхимпром В этом году компания Расторгла договор на предоставление этих услуг Теперь этим занимается Муниципальное предприятие ЯТЭК У которого расходы на добычу воды Кратно выше Повысить тариф следовало бы Уже с 1 января Но сделать это в рамках законодательства Можно лишь с 1 июля Полгода ЯТЭКу будет работать непросто Поэтому летом и произойдет резкий скачок тарифа Он увеличится на 400% И составит 54 рубля В целом, заверяет начальник управления По госрегулированию цены тарифов Александр Котнов Конечная цена на горячую воду вырастет незначительно Не стоит забывать о том Что уже с 1 января 2020 года Стоимость второго компонента Стоимость энергии на подогрев воды Снизится Для потребителей города Ярового На 3% Более чем на 3% И составит 2202 рубля И таким образом Совокупный рост Платы граждан Для потребителей города Ярового С учетом Незначительной доли Компонента теплоноситель Кавитанции И значительной доли Компонента тепловая энергия Вырастет незначительно Где-то в пределах 6-6,2% Такая ситуация сохранится Только во втором полугодии 2020 года Заверяет Александр Котнов А с 1 января следующего года Должно произойти снижение С 55 до 35 рублей Дом пионеров переедет Здание ждет масштабный ремонт Из-за этого все кружки и секции Сменят привычные площадки Но где коллектив найдет новое пристанище На этот вопрос пока ответа нет Сейчас в Министерстве образования Решают где и как разместить преподавателей и детей Переезд плановый Уже готов проект реконструкции Из краевого бюджета На него выделили более 11 миллионов рублей Здание дворца не аварийное До конца учебного года все занятия будут проходить в привычных кабинетах А 15 сентября возобновятся уже на новой площадке Когда начнется ремонт пока неизвестно Но в планах не только отремонтировать здание изнутри Но и восстановить фасады и снесенную часть здания Где раньше был театр юного зрителя Живодерский поступок Именно так бичане назвали ситуацию Произошедшую в Наукограде Когда в мусорном баке обнаружили щенка Закрытого в пакете Что было дальше смотрите в нашем сюжете А вот и то самое видео Которое шокировало многих жителей Наукограда И не только Находясь на прогулке со своими собаками Александр Шимановский заподозрил неладное в поведении питомцев Таксы Мася и Джой проявили свой охотничий инстинкт И помогли хозяину обнаружить в мусорном баке живую находку Я на видео не сдерживал эмоции Об этом не жалею Потому что Да любое животное было бы на этом месте Это просто ужасно И хотелось бы просто посмотреть в глаза этим людям всего лишь Кто так мог поступить Потому что не просто А даже шансов выжить не дали Два мешка сверху мусора Или погода была бы холоднее Собаки уже не было бы в живых Голодного и замерзшего щенка Бийчанин принес к себе домой Накормил, отогрел Однако оставить себе не смог Ведь в семье Александра уже есть две собаки Для того, чтобы найти выход из ситуации Мужчина раскидал объявления по социальным сетям И в этот же день Маленький комочек передали в надежные руки Людям всем огромное спасибо Потому что До такой степени у нас отзывчивый народ И добрый Что мы были крайне удивлены То, как поступили с этой собакой И те, кто поступил Я думаю, это такое редкое исключение Но это очень ужасно Теперь малышка живет здесь Ее хозяйка Наталья Подолян Опытный собаковод У нее есть два тойтерьера Соня и Сэм Взять еще одного питомца Женщина решила сразу Как только увидела объявление Кличку для двухмесячного щенка выбирали сообща в интернете Неравнодушные люди Неравнодушные люди предлагали свои варианты И вот перед вами Молли В руки дали Мы с ней вот так вот все зацеловались Заобнимались И все Я уже не отдам никому никогда У щеночка уже есть Свое теплое место под батареей И первая любимая игрушка А самая главная крошка Молли Обрела хозяйку Которая ее очень любит И не бросит В ближайшие дни По прогнозам местных синоптиков В Алтайский край вернутся метели и снег Уже к вечеру температура воздуха начнет повышаться Завтра она должна составить Минус 7-2 градуса днем И 17 ночи А ветер усилится Своего пика непогода должна достичь ближе к выходным В ночь на пятницу температура может подняться до нуля А ветер усилится до 17-20 метров в секунду В южных районах до 30-ти При таких значениях ветер считается ураганным Одновременно ожидается сильный или умеренный снег На дорогах занос и гололед Синоптики советуют учесть это при планировании своих выходных Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей Субтитры создавал DimaTorzok